Этого события спортсмены ждали более пяти лет. Турнир по бодибилдингу Тверской области состоялся в ДК Пролетарка в эти дни. В наш город приехали спортсмены разных возрастных и весовых категорий из различных регионов России. От Санкт-Петербурга до Мурманска. Участники показали судьям и зрителям, чего можно добиться, благодаря целеустремленности и неиссякаемой энергии. Добавим, что информационным партнером состязаний стала медиагруппа Тверской проспект, которая поддержала инициативу спортсменов и общественников. Состязания прошли в категориях бодифитнес, фит-модель, фитнес-бикини, велнес-фитнес, пляжный бодибилдинг, атлетический бодибилдинг, классический. Выступления спортсменов оценивали судьи в высшей категории. Статус турнира подтвердило и присутствие президента Федерации бодибилдинга России Александра Вишневского. Наш вид спорта хорош тем, что у нас сейчас много дисциплин. Помимо, как раньше было, может быть, у Лидии даже старый стереотип, что там бодибилдинг мужской, а бодибилдинг женский. К бодибилдингу женскому такое неоднозначное отношение. И у нас уже за последние годы введено много новых дисциплин, более лайтовых, так скажем, для девушек, для ребят. Там акцент даже запрещено иметь большие мышцы, а прежде всего эстетика, узкая талия, ярко выраженный пресс. То есть, по сути, молодежь как раз хочет так выглядеть. Этот турнир стал первым большим проектом под руководством Станислава Бржевского. Спортсмен подчеркнул, что искренне удивлен зрительским интересам, которые вызвали соревнования. Дебютирует тверская команда, которой уже в данный момент насчитывает 15 человек. Представляете, мы возродили федерацию бодибилдинга, получили аккредитацию и уже представили свою команду, которая в этом же сезоне уже завоевывает множество медалей, в том числе в Москве, первые места в четырех номинациях. Турнир сопровождался выставкой партнеров. В первую очередь эта тема интересна медцентрам, специалисты которых стремятся поддержать здоровье спортсменов в периоды интенсивных тренировок. Поскольку спортсменам очень важно соблюдать баланс здоровья и тех результатов, которые они хотят достигнуть, мы стараемся им в этом помочь, чтобы гармония снаружи была и гармония внутри. Проведение таких турниров имеет более глубокий смысл, чем просто заявить о себе спортсменам как части большого ЗОЖ-движения. Главная задача сейчас отвлечь молодежь от улицы, создать им условия для того, чтобы они могли заниматься спортом. Почему молодежь? Потому что это будущее нашей страны, это наше завтра. Именно они со светлыми мыслями, с правильными идеями поведут нашу страну к дальнейшему успеху. Мы должны четко понимать, что и на федеральном уровне, и на региональном уровне, и общественной организации, и государственной организации, и правительственной организации все должны работать по программам, нацеленным на воспитание молодежи в патриотическом и физическом ключе. Об этом говорил и специальный гость турнира, депутат Госдумы Юлия Саранова. Наша общая задача создать такие равные возможности, условия для самореализации ребят. Обсуждаем такие идеи, как, например, запуск программы «Земский тренер». Я точно знаю, что в наших малых городах, поселениях, сельских поселениях не хватает тренеров, которые бы занимались физкультурой и спортом с нашими ребятами. После регионального турнира победители примут участие в чемпионате России по бодибилдингу, который на днях стартует в Тюмени. Елена Редина в составе сборной страны начнет подготовку к чемпионату мира. Желаю не бояться, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Но, как сказали все участники соревнований, они уже выиграли в одном. Собрались в областной столице и положили начало классной традиции, которую нужно обязательно продолжать.